Халу ари баде, хай басюнус, халу фрэнс. Сегодня продолжение праздника, введение во храм, да, введение во храм мы знаем, это важный праздник. Чтобы спасти от прелести мира всего, святую девочку привели в святая святых храм, и там воспитывали до совершеннолетия. Вот таким образом, и продолжаться будет до 8 числа. И у нас, значит, воскресенье, поскольку сегодня воскресенье, то у нас долг висит, как сказано, да, в законе этого. Четыдень субботний, ежесвятите ему, да, и надо все читать полезное для души. То есть учиться, 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 как сказал наш великий святой Леонид. Вот мы рассматриваем среди уголовных дел, да, рассматриваем об убиении Сына Божьего, да, который называется Евангелие, да. Там четыре евангелиста отобрали их самых лучших, самых читабельных. Это, значит, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Вот мы в каком разрезе опять их рассматриваем. У нас четыре эпизода было. Евангелисты эпизод один, эпизод второй, третий, четвертый. Вот, и сейчас моление о чаше, пятый эпизод, который рассмотрен, в принципе, у всех четырех, да. Ну, Иоанна можно исключить, потому что там всего одна стихиера посвящена этому молению о чаше. И даже о самой чаше не сказано. А сказано, что они удалились, вот мы с него и начнем с Иоанна, да, с конца. Да, обычно мы начинаем как раз с Матфея, да, потом Марк, Лука и так далее. Но сегодня мы, это 18-я, по-моему, в главе, там сейчас посмотрим. Да, 18-я глава, всего одна стихиера первая. Значит, сказав сие, ну, он молился об учениках перед этим. И сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за проток Кедрон, где был сад. Даже не называют, что это Гефсиманский сад, да, в который вошел сам и ученики его. То есть он зашел в продок Кедрон, сад, который Иоанн даже не называет Гефсиманским. И это же место знал Иуда. И начинается дальше, значит, пленение Иисуса Христа без всякого описания вот этого моления. То есть моления Чаша как такового нет, а просто с учениками они пришли туда, в этот сад. А что там было, это знают Матфея и Марк Лука. Но с другой стороны, вот сейчас вот начнем опять мы с Матфея, да. Матфея о чем говорит? Хотя он не был свидетель, да, но он гораздо больше Яна пишет. Хотя по принципу, по его же описанию Матфея, но Иоанн много должен знать очень. А Матфей меньше. Вот моление Чаша у Матфея. Значит, Иоанну всего одна стихера, а здесь, смотрите, десять стихер. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане. Вот здесь уже говорится. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сынов заведевых, а кто такие сынов? Это Яков и Иоанн. Иоанн, кстати, вот как раз он гелет, который всего одну срочку написал. А он там был взят с собой, да, и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Ну, человеческий страх смерти обуял его, и это естественное дело, да, потому что человек, и вот это все человеческое, пришел взять на себя. Вот эти все муки, страдания, которые принадлежат человеческому роду. Тогда, говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и буддерусствуйте со мною. И, отойдя, немного пал на лице своей, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И приходит, находит их опять спящими, но у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять. И помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам и говорит им, Все еще спите и почиваете, Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Ну, и он знал, где этот сад, где они скрываются, И вывел туда охрану. Охранник полиции. Навел полицию. Вот таким образом. То есть, видите, довольно подробно, Трекратное моление описано у Матфея довольно подробно. И кого он взял? То есть, не все 12 присутствовали при молении, А только трое по Матфею. Дальше смотрим Марк. Марк, что пишет о чаше. Тоже 10 стихи. Пришли в селе, не называемая Гефсимания. И он сказал ученикам своим, Посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Якова и Иоанна. Видите, указано уже не братья Завидеева, А это конкретно Яков и Иоанн. И начал уже остаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Видите, почти один к одному переписали друг у друга. Или у какого-то, у одного уловочки переписали сочинение. И отойдя немного, Павел на землю и молился, Чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, Ава, отче, все возможно тебе, Пронеси чашу сию на меня. Но чего я хочу, а чего ты? Ну чего я хочу, а чего ты? Возвращается, находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, блуженемощный. Видите, один к одному идет с Матфеем. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими. Ибо глаза у них отяжелели, И они не знали, что отвечать. И приходит третий раз и говорит им, Вы все еще спите и почиваете. Видите, почиваете. Конечно, пришел час, вот, Предается сын человеческих в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот, приблизился предающий меня. Светик очень похожий, Но есть немножко маленькие детали, В том числе и конкретную расшифровку братьев Завидеевых. А там, которые кратное моление, и все. Вот, посмотрим Лука. Лука чем у нас отличался по прошлому эпизоду? Он какие-то подробности такие очень важные. Вносит туда подробности, Которые никто больше не описывает, кроме него. Вот, посмотрим сейчас, что от чаши. Он пишет. Здесь у него меньше, кстати. Обычно те четыре эпизода, Он разворачивал, там больше всех писал, да? Подробнее всех. Там у него и сумма, и два меча, и все. И, значит, продай все свое, возьми, купи меч, да? Вот таким образом. Это все только улыки. А здесь, как ни странно, Сужено меньше всего, по-моему, шесть стихи. Вот, посмотрите. И, войдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Видите? Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержении камня. То есть на расстоянии броска камня. И, преклонив колени, молился, говоря, Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу всю ее на меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился, вот здесь видите подробность какая. Явился же ему ангел, большой буквы, с небес, И укреплял его. И, находясь в боении, прилежнее молился. И был пот его, как капля крови, падающая на землю. Видите? Молился до кровавого пота. Это только у Луки. Вот. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими. Спящими. От печали сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ну и дальше народ приблизился и начали его арестовывать от нашей доблестной полиции. Вот таким образом. То есть, а, мы всех рассмотрели, вроде всех. И получается так, кто были свидетелями этой молитвы. Ну, на расстоянии броска камня, ну, камень сколько там можно бросить, чемпион там, даже это, камень бросит, ну, метров, ну, пусть сто, пусть сто метров забросит камень. И они присутствовали рядом, эти трое. А остальные, девять, были где-то там, спали в другом месте, в назначенном месте, да, в этой же гипсимагии, где-то расположились на травке. Почивали. А эти втроем тоже почивали, потому что они перед этим, конечно, хорошее было застолье, они выпили крови Христовой, закусили телом Христовым, хлебом, и леем, все макали в чашу. И потом с песнями пошли в гипсимагию. Вот таким образом. То есть день был насыщенный, они, значит, праздновали эту Пасху, отмечали, и поэтому, естественно, им захотел спать. Ну, надо было себя перебороть, перебороть. Ну, и вот у Марка, у Матфея Марка и у Луки, значит, сказано, что он просил молиться их, молиться. Ну, кого он просил? Вот этих, наверное, троих, которых он взял с собой, потому что остальное хорошее наставило спать. Вот, он понял, что самых лучших выбрал троих из двенадцати. Ну, и те тоже проспали, как будто от этого что-нибудь зависело, потому что исход-то дела все равно был предрешен. И вот Иван-то, он пропускает этот весь момент, потому что он понимает, Иван, что он там присутствовал, проспал все, и честно не пишет об этом ничего. Вот об этом молении троекратном, то, что он его будил три раза, это все. Хотя он от первого лица мог бы дать, как говорится, ну, как говорится, явку с повинной, да, написать. Вот я присутствовал, проспал три раза, проспал, и все такое прочее. Потому что остальные евангелисты не присутствовали там. В посланиях Петра и Якова этот эпизод тоже не вентилируется. Не вентилируется этот эпизод и в деяниях апостола. Дальше вопрос возникает, где первоисточник, откуда они, где тот Вовочка, у которого они списывали. Вот эти три ученика, то есть Матфей, Марк и, значит, Лука. Лука подробности еще описывает, ангел явился. Но если ангел явился, то эти бы не смогли просто спать, потому что там свет большой, появляется большой свет, очень сильный свет, а проявление ангела появляется. И когда вот Сергию Никону Радозовскому явилась Богородица, там Никон не смог на нее смотреть, потому что свет был ужасающий. Он просто не мог, у него глаза, отрубались глаза. Вот таким образом, за грехом. То есть, видите, какой интересный эпизод. Вроде бы все четыре пишут, но трое вроде как бы, двое как один к одному пишут почти что. Лука, как обычно, там добавляет своеобразие, какие-то подробности только. Луки, вот, что Рау потом молился и все такое прочее. Это, кстати, отражено во всех картинах, так, в живописи, в скульптуре, ну и в художественной литературе. Очень много это отражено именно с подачи одного евангелиста, вот этого Луки. Вот таким образом. То есть, сказка-то она хороша, она, в общем, хороша чем? Народная память, она какая? Вот, уж если есть сказка какая-то, она запоминается дословно, и вариаций-то очень мало. Взять древние сказки какие-то народов мира, там идет все одно к одному, хотя письменности не было, а сказка устно передавалась, из уст в уста, и все словесно. И если бы было это так, что от одного источника исходило, они бы все написали один к одному. Как вот Марк, так Матфей и Марк, да? А тут каждый какими-то другими моментами пользовался, откуда они это все взяли, вот вопрос. А Иоанн вообще, как бы ни при чем, я, мол, проспал, а как ты проспал? Ты был на расстоянии каменного броска, да? Броска камня, был на расстоянии, видел, наверное, его визуально, Христа, когда он молится. Ну а это, тем более явление ангела, тут уже заснуть нельзя. Вот вопрос возникает с этим показанием именно Иоанна. Возникает это показание, да? Ну отсюда следует, что, конечно, пишут люди, все потом веками это изменяется и приспосабливается к сильным мира сего, к эксплуататорскому классу. И то, что выгодно именно эксплуататорским классам, все отражается. Об этом писал Ленин, неоднократно писал. Он понимал сущность, он знал на отличное все богословие и знал основную его сущность. Там основная сущность в нескольких буквально крупинках состоит. Первое, допустим, непорочное зачатие, это центральный момент, непорочное зачатие. Потому что, если кто в непорочное зачатие не верит, то просто естество знаний не знает, ничего не знает, и его можно отнести, как вот в церковь таких не пускает. Ну и второй момент, это то, что Сын Божий, именно, он один к одному, это и был сам Бог. Потому что он один к одному говорил свои слова и делал свои дела на земле. То есть это было воплощение материальное самого Бога. Но в это тоже не верят. Все отрываются, Сын и Бог это отрывают. Почему? Вот на основании вот этого моления чаши. Мол, вот Иисус молится самому себе, как бы, да? Самому себе. Но, в принципе, это так, потому что, говорится, здесь он как воплощенный, не полностью, как говорится, не полностью, вся эта мощь Божия в нем содержится не полностью. То есть, а будучи ограниченным вот этим телесным, материальным составом, и он сам себе выбрал такой момент, чтобы ответить за грехи людей. Вот это третий момент. В это тоже никто не верит, что вот за всех за нас, и кто верит вот в первые два пункта, то буквально вот эти три пункта, это основа христианства. Три основные момента, которые доказать, недоказуемо, но вера в этом и заключается. Но поскольку, вот видите, какие противоречивые у нас свидетельства, и поэтому гонение на христианство было очень сильное, потому что логические противоречия, а там же древние люди были очень умные, вот эти язычники, они были на порядок умнее, чем вот эти рыбаки, которые писали Евангелие. Это же были не книжные люди, писали. Поэтому можно, как говорится, сделать скидку, что они эту сказку рассказывали, будучи малограмотными людьми, по сравнению даже с язычниками и вот этими царями, которые там над ними правили. Поэтому, естественно, гонений было, но почему? Потому что не верили вот в эти вот три основные момента, неборочное зачатие, воплощение Сына Божия, ну и, соответственно, то, что в нас прибывает храм Божий, это человек. Потому что надо было всегда прийти в какой-то храм, каменному какому-то чудищу поклониться, там и все такое прочее. И если кто не поклонялся этому чудищу, христиане святые, они отказывались. Мы, мол, верим только в Христа. Вот Христос, Он воскрес, и мы в это верим. Это еще один момент. Воскресение из этих центральных моментов, нескольких, которые, в общем-то, и есть зерна основных, основания, как бы вот эти вот основания религии. А все остальное, словесное описание, все это, видите, зависит от человеков, кто у кого переписал, кто у чего услышал. И на основании общей малограмотности христианского населения, которому, собственно, спасать, который пришел Христос, он не пришел там тем грамотным, которые и так верят, но к ним не пришел, которые выполняют законы, он пришел тем, которые погибают, к погибающим людям. Соответственно, самым безграмотным, самым униженным, оскорбленным, карабантам, но и в то же время богатеям, чтобы их вразумить, чтобы они, как говорится, не использовали людской милосердие, вот не отнимали бы у вдовы вот эти две монетки последние для храма, а не использовали бы, как вот по телевизору сейчас идет эксплуатация, милосердие наш, вот сейчас уже сами вот эти дети, инвалиды, начали просить эти деньги. Это как бы, чтобы убедительнее, высылали побольше. И уже раньше, если матери их не говорили, там, родственники, то сейчас прямо откровенно примтелся, они выклячивают эти деньги, вот сами дети, вот эти, а дети рожденные, опять же, тут вот хоть плохо написано, но написано все правда. То есть рожденные они, что, в постзачатый, да, в пьяном виде, в состоянии наркотического опьянения, нездоровый человек, то есть, какое-то, есть отклонение от здоровья, которое препятствует беременности. А потом они рожают вот этих уродиков, а потом на общество перекладывают. Но у нас же введено положение, что вот эти два процента, на богатых, вот эти две пенязи, это на них наложено, но они их не отдают. А они взяли у богатых, вот эти два пенязи, но государство не отдает, на другие цели. Поэтому вот эта эксплуатация моноселья, всех утюгов на нас давит, буквально давит. Реклама, идет реклама, мощная, мощная реклама. Вот таким образом. Ну, что сказать, стабильность у нас какая-то, что мы? Никакой стабильности, видите? Сегодня, если взять пятый, то... А это какой у нас? Едварь, а это что-то мы забежали, пардон. У нас декабрь, вот тут декабрь. Десембр. Десембр, он вот такой. Здесь одиннадцатый провал и двадцать первого. Что интересно. Сегодня, как раз, видите, тройка стабильности. Вот я тут выступаю при высокой стабильности. Декабрь двадцать первого года. Вот таким... А следующий, вот полочка. Вот это дальше идет шестое, седьмое, восьмое, девятое. Ну, тут, конечно, будет полный, как говорится, не знаю что. Ну, вот таким образом, что общего между гонением на христианство и гонением, значит, на вот этих антипрививочников. Что такое прививка? Прививка – это дерево. Когда дерево прививает, там, втыкает в него эту палку и заматывает, и уже дальше растет уже паразит на этом дереве, фактически паразит растет, да, используя соки, который дает вот это коренное дерево. А дальше уже вот эти... с годами вот эти клетки, которые, собственно, человеку принадлежат, они отпадают, и вырастают новые клетки, которые уже принадлежат вот этому паразиту, который дает крупные плоды для миллиардеров, да. Вот таким образом. Это всякая прививка такая. Она, видимо, для того и придумана. Ну, считает, что вот спасает, да, спасает, но тем самым сокращается, как вот время жизни. При Петре Первом первый указ был уничтожение трехсотлетних старцев. Трехсотлетних. То есть это было распространенное явление по деревням, что на печках лежат вот эти теплэки и рекламируют эти трехсотлетние старцы. А потом, видите, как прививки эти пошли. После Екатерины продолжительность жизни резко начала падать. Резко. Вот. Немножко начала она потом подниматься. Из-за чего? Из-за того, что другие средства были, которые компенсировали вот эти все недостатки, вот этих всех прививок, которые мы получили за жизнь очень много. И, кстати, не требуют повторов нас, допустим, от оспа делать там это, перке какой-то или другой. И очень много прививок. От чего только не делали, это за 10 лет школы, это какая-то жуть. Вот. Но это все по одному разу, чем, то есть мы уже, как говорится, как бы, корень дерева, но ростки все допустим, на одно и то же дерево привито. И малина, крыжовник, там шиповник и все такое прочее. И вот после 10 класса уже вот такое вот растение вырастает. Толку от него, конечно, никакого нет. Вот это прививка. То есть прививка, это как к жизни что-то еще прилепить к новому человеку, какого-то паразита, правильно? И сменить структуру вот этих секретов, чтобы был уже не человек, а какой-то биоавтомат. Ну, от этого никуда не деться. Ну, считать, что ты вот будешь жить, продлится тебе жизнь, все такое прочее. Но сейчас есть антипривычки, которые говорят, что надо индивидуальный подход, против показаний, уже люди стали умнее почему-то, да. Хотя вот Кирилл это против того, чтобы были люди умные, против образования, это не надо, РПЦ это не надо, потому что РПЦ оно легло под раболадельский строй, который сейчас процветает. Вот тогда тоже был раболадельский строй и язычество. Сейчас тоже, в принципе, язычество. То, что называется РПЦ, это натуральное язычество. И тот же самый подход. Вот Эларион проповедует прививки, прививайтесь, прививайтесь. Это что он проповедует? язычество проповедует. он считается митрополита ларион и многие такие там выступают тоже за прививки но некоторые молчат просто понимает что тут что-то не так тем более вот эти квадратики qr-коды до qr-коды какая-то грязь там пятнами на человеке вот это вот против этой грязи многие выступают потому что получается что ты уже скотина помеченные корову как клипсу на корову вешать клипсу да и на клипсе уже весь этот все ее данные этой коровы есть также хотят и на человека ну при этом что коров то всех еще не пометили собак не пометили голубей который разносит заразу их не привели и qr-код на них не поставили вот они около помойки шарится только придешь помочь они крыльями на тебя вирусы всех которые на помойке есть они тебе прямо в нос хорошо что сейчас эти придумали на мордике на мордике можно спастись и подойти к помойке свобода голуби тебе арнитост они не кинут а раньше они кидали арнитост сразу человека это жуть и эти все птичьи гриппы все это вот этих и прикармливать люди еще прикармливать и голубей вот таким образом то есть гонения на христиан были почему потому что не понимали не понимали их учения мало кто понимал и нужна была вера внутри вера в это в основном полу основополагающий как бы стерни вот этого всего евангелия они очень простые а а все это пеленой когда слов это накручено вот и дальше потом это превращается в бизнес-проект вот здесь когда христианство после константина он признал христианство и государственной религией сделала сделал константина император вот великой это империи тогда восточно римской и с этого момента христианство стало бизнес-проектом именно с этому моменту потому что пока было гонение его не понимали его не монетизировали а потом началась монетизации вот эти тамплиеры начали провожать рикетировать этих внушать людям что надо вот эти святые места посетители на этой вот места все это вот иерусалим надо посетить всем со всего мира согнать туда в иерусалим чтобы они шли с деньгами по пути можно их подоить вот это тамплиеры этим занимались дальше занимались вот это меж собой дрались за вот этот бакшиш христианские родные секты за за массу вот эту массу который приносит пенязи туда в эту китай эту церковную крошку то есть битва за как говорится за избирателей да вот то есть христианс христианизированное язычество после константина получилось монетизированные вот это религия и отсюда пошло очень много художества но и какие картины все дорогие наивальские сюжеты там они миллионы миллиарды стоят и все это дело обращается обращается хранится где-то так и этот сизипов труп продолжается но самый момент который там нельзя упускать то что там же сказано что значит дух дух твой в них то есть в учениках когда он молился о нас дух дух мой в них и я в них то есть когда мы уверовали вот в эти центральные моменты которые первые из которых от непорочные зачатия конечно это первое ну второе конечно то что сына от отца оторвать нельзя потому что это одно и то же только материальное воплощение один и тот же один и тот же как говорится дух один и тот же дух вот таким образом и духу тоже от них нельзя потому что он животворящий ну и что там еще другие такие моменты которые надо вот как говорится цитатник мао-цедонова издать и вместо вот это все сжать буквально ну до одного евангелия все это собрать и концентрацию дать вот которую как он дает скажем яков своем послании там у него одно послание написано послание якова якова который мы сейчас говорили да который присутствовал якова прямо при молении но заснул вот там он пишет емко и грамотно и также вот иоанн богослов он тоже грамотно пишет но тоже не все надо брать а именно центральные моменты самые моменты которые как говорится abc 1 2 3 4 5 и все по расписать и очень очень коротко это должно быть буквально вот как программа кпсс на нескольких страничках тогда это будет доходчиво понятно ну как цитатник мао-цедона да ну там будут истинные уже непреложные который обойти который даже и наш святой ленин не отвергал почему она святой у нас потому что христианский истинный отвергал разрешал пожалуйста ходите церкви но это не надо но это понимал что и это понимали другие коммунисты которые знали сущность религии что храм это есть человек его значит задача современных миллиардеров испортить этот человек превратить в робота для этого вот эти постоянные прививки и сказано что то есть монетизация вот это здравоохранение уже произошло в виде как она произошла это и гонение органе не на инакомыслящи смотрите какие свирепые меры вплоть до тюремного заключения грозится сейчас в австрии там пять четыре или пять лет грозятся человеку который не болеет он у него первая группа крови он не может заболеть этим камида вообще принципе не может с первой группы крови заболеть к виду правильно и другие такие вот третье допустим тоже очень редко болеет те которые нужна может прививка до которые восприимчивы здесь и тоже нету вот везде волос в этот везде по всех ящиков кроме прививки ничего нету ничего нету это все вранье ведь ветрянка то что жена ветрянка это вещь такая на на детей дети меньше и как говорится не так сильно болеет а взрослые-то болеет сильнее ветрянка и правда и это есть их против нее то есть а этот ацикловир и массе это таблетки все это есть против даже было вот этих вирусах респираторных было что у нас гамма глобулин при советской власти это было не надо никаких назальных спреев а именно вот гамма глобулин это может это для любого можно сделать но видимо это дороже стоит а здесь саданул вот это вот и все и а дальше хоть трава не расти чего там у него человека будет и это нам это нам наплевать и когда государство пятую волну допустим подымает а еще новый вирус подбрасывается но это страна уже вот этих белгейцев ввозом руководить белгейц основной капитал его в этом всемирной организации здравозахоронения она теперь стал так и они утверждают что кроме прививки ничего нету вот вот что интересно этот момент страны и гонение гонение точно такие же как на вот первых этих христиан гонение на тех кто считает что ну вот я не болею чем не идти прививаться я живу один как вот это агафья лыкова кстати привели к ней больше народу ходит чем к нашим к одиноким пенсионерам никто это даже вот допустим заказ и сделать что-то из магазина и тут для нас проблема это нам какой-то надо иметь смартфон иметь потому как этому смартфон еще какую-то программу и тогда только из пятерочки тебе принесут что ты закажешь это целое дело нам это уже не понять и таких людей у нас где-то 30 процентов населения да на включая не только в пенсионерах но там инвалида есть еще ветераны воин всякие такие так и тому подобное они не контактируют с работниками а кто контактирует это сейчас и работа это такие что там все на расстоянии друг от друга на большом расстоянии друг от друга находятся и плюс к тому же есть такие меры которые позволяют даже в коллективе создать атмосферу скажем чуть-чуть сюда вот в воздух спирте еще напустить и все считаешь у тебя дезинфицировано это помещение от всех этих ковидных вирусов от всех модификаций ничего не надо только на чтобы вот немножко спирте чем попахивал помещение и все или озон вот это вот озон немножко озона там подпустить лампу синие там где-то и какая-то раньше было кварцевые вот таким образом то есть помещение даже рабочие все такое прочее можно это дело сделать то есть сейчас если раньше до кроме прививки не было потому что не было медики медикаментозных средств которые требуют больших затрат и больших усилий для их разработки чем вакцины потому что вакцины что-то тоже грязь взял и запустил в человека то убил ее чуть-чуть и тоже запустил вот но плюс к тому же значит возникает необходимость второе дело врачи открывать уже это уже отмечает многие ссылается на опыт 500 летней давности когда вот эту чуму холеру распространили сами медики вот когда она спадала они ее распространили рассыпали вот это вот делали высушивали язвы этих больных этих струпов и раскидывали на базаре как об этом рассказ напоминает нам рассказывает злой эколог да то есть в интересах монетизация когда монетизация здравоохранения произошла здесь были забыты всякие клятвы гиппократа и только один одна нажима она нажима она в уме у любого медика начинает самым уборщицы которые в больницу убирают об этом это помещение и медсестры и так другого такого обслуживающий мелкого персонала а уж а крупного говорит нельзя а там там уже яхта парохода и все такое прочее другие категории уже мыслится вот такое дело то есть на на примере христианства можно смотреть как из хорошего вот есть люди которые из говна конфетку делать а из конфетки говно можно сделать также из христианства здесь вот монетизируем постоянно его монетизируем также как из телевизора сделали тоже дерьмо когда показано одного и того же человека и после этого выступает сразу его дети которые просят денег вот мол нас сделал папа во в пьяном виде вот он пиво перепил и мы получили все уроды это дети на нашего президента деньги очень многие есть вот для этих детей есть они бюджете заложены душа чем на куда разве можно бюджет потратить где-то же свое это на шор и надо там же дворцы там свои дети вот который пока еще не уроды да ну туда нужно главное туда а здесь все понятно да также и продовольствие все вот этот вот сапог номер три сейчас министр сельского хозяйства этот сапог он все царапнул и за границу картошку все продал все туда продал и рыба и мясо туда в китай и кто берет и все за дешевку лишь бы за доллар получить потому что ему надо офшор дат прикрывать потому что офшора закрывает ну надо помочь вот этому товарищу его включили список санкционный надо ему помочь откуда взять то оттуда вот из этого общего котла который называется бюджет и плюс вот это вот но фактически материальные вот эти средства которые нужны народу для внутреннего потребления а мы внутренние потребления сейчас отметаем это отходы с отходов с помойку мы их накормим это так этот пригожин говорит вот повар вот кремлевский повар номер один пригожин да он же чувака чувак из чувака помойкой мы накормим людей по вот этими отбросами обсевками всякими ну перемолотой вот этой шелухой ржаной пшеничей все такое прочее вот такой подход подход настоящего империалиста то листа и когда мы народ значит загубили народ то и об этом отчитываемся ответе сразу с нами хотят разговаривать по телефону хотят нас облагодетельствовать сразу же понимаете потому что мировому правительству нужно выполнить план по уничтожению вот этого всего усилия всего доброго до новых встреч слава иисусу христу и пифагору вот таким образом и